Ереван обратился в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения гуманитарной ситуации в Карабахе. В качестве итога Армения надеется на принятие либо заявления, либо резолюции против Азербайджана. В первом случае эти попытки обречены на провал сразу. Заявление будет развалено странными членами движения неприсоединения. Что касается резолюции, там уже правом вето обладают лишь постоянные члены Совета безопасности – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Поэтому многое зависит от позиций США. И парадокс в том, что с одной стороны именно на Вашингтонской платформе Азербайджан и Армения проводят переговоры по мирному договору. А с другой стороны Госдеп начал проводить антиазербайджанскую кампанию посредством издания The Washington Post, где на последние шесть дней вышло аж три статьи против нашей страны. Друг беглого олигарха Варданяна Дэвид Игнасиус старательно отрабатывает так называемую армянскую дружбу. Страча сказочные материалы. Неужели нынешняя администрация Белого дома всерьез рассматривает политическую поддержку армянской инициативы? И что произойдет в случае, если в совбезе ООН все-таки будет принят документ против Азербайджана? На эти вопросы собаку ТВРУ ответил политолог Расим Мусабиков. Какой-то, скажем, обязывающий документ принять против Азербайджана на заседании Совета Безопасности, полагаю, что если нельзя полностью исключить, то очень и очень мало шансов для этого. По той простой причине, что Совет Безопасности принимает обычно резолюции по тем событиям, которые непосредственно угрожают миру. Что происходит на территории Азербайджан? Ничего в этом смысле, ну, в таких событиях не идет военные действия, не погибают там, я не знаю, сотни тысяч людей. Но есть упрямство карабахских армян, которые отказываются пользоваться предоставляемой для них, значит, дорогой Ахдам-Аскеран и настаивают на какой-то эксклюзивности транспортного сообщения через Лачинский пограничный пост. Ну, из-за этого, если Совет Безопасности будет принимать какого рода, скажем, но обязывающие решения, это полный будет абсурд и нивелирование роли Совета Безопасности в мировой политике. Поэтому дело, скорее всего, завершится либо, ну, информационным релизом для СМИ, ну и в крайнем случае заявлением от имени председательствующих, какой является Соединенный Штат Америки. А вот в ходе обсуждения могут такую тональность этого обсуждения обеспечить, чтобы это выглядело как дипломатическое, скажем, воздействие на Азербайджан. У Азербайджана нервы крепкие, и я думаю, что наш МИД, наши дипломаты и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке проводят соответствующую работу для того, чтобы предупредить страны, которые будут участвовать в этом обсуждении, что их позиция, безусловно, в этом обсуждении будет принят во внимание и в развитии двусторонних наших отношений. И я хотел бы напомнить, что там много стран, которые являются партнерами Азербайджана, которые взаимодействуют с Азербайджаном в рамках движения неприсоединения. И та же самая Россия, которая, в общем, предложила компромиссное предложение, ну, воспользоваться и дорогой Адамаскира. И после этого будет открыт пропуск и через Лачинский пограничный пропускной пункт. Плюс должны были карабахские армяне вступить в диалог в Евлахе с властями Азербайджан. Именно карабахские армяне сорвали это предложение главы МИД России и Лаврова. Я думаю, что и это обстоятельство российскими дипломатами в ходе обсуждений в Совете безопасности будет доведено и до остальных участников. У Азербайджана крепкие нервы. Организация дипломатических обсуждений заставит Азербайджан, ну, скажем, принять какие-то армянские требования невозможно. Азербайджан на своей территории защищает свои суверенные права, и никто Азербайджан в этом смысле сбить с этой позиции не в состоянии. Ухудшить свои отношения с Азербайджаном в результате неправильного поведения могут, но заставить Азербайджан никто не в состоянии.